Ноябрьская слякоть на городских улицах с приходом в регион устойчивых морозов трансформировалась в ледяную корку. Лед везде. Во дворах, на парковках, тротуарах и даже некоторых дорогах. В таких реалиях до травмы и в буквальном смысле один шаг. Наш корреспондент выяснил, какие травмы чаще всего получают горожане и куда бежать в случае неудачного падения. Пенсионеры чаще всего в зимний период становятся пациентами травмпункта. Сценарий у всех похож. Оступился, поскользнулся, неудачное падение. 77-летний Анатолий Епифанов получил перелом руки именно по этой причине. Подвела неосмотрительность. Оступился и повалился как бревно. На лестнице. На лестнице. Ну и я вроде бы не обратил внимания, а потом у меня гематома тут образовалась. Ну думаю, дело плохое, надо идти. Травматолог осмотрел пациента, сделали рентген, наложили гипс. Сейчас врачи наблюдают, как срастается кость. Как рассказывают работники травмпункта, 6-й городской больницы в сутки сейчас бывает примерно от 10 до 20 пациентов с различными травмами. И это с учетом эпидемии. Граждане все-таки предпочитают сидеть дома. В прошлые годы случаев было гораздо больше. Наиболее часто встречается перелом костей предплечья в нижней трети со смещением. Люди, когда падают, подставляют руку под себя. Либо это подворот ноги, перелом лодыжек голеностопного сустава, голени. Этот самый неудачный подворот ноги, как сказал медик, случился и у водителя автобуса Светланы Гавриловой. Несколько недель назад женщина была героиней одного из наших сюжетов. А в этот декабрьский морозный день наша съемочная группа застала ее не за рулем синего ляза, а в коридоре травмпункта с гипсом на ноге. Из дома выходил. Выходил там бортик. Как-то я сама даже не поняла, как это получилось. Зацепилась, поскользнула, неудачно повернула ногу. И вот он больничный лист. Это типичная для зимы ситуация, говорят травматологи. На обледеневших тротуарах, во дворах многоэтажек, на парковках, на выходе из мба-отъезда или магазина получить травму есть риск везде. Поэтому нужно включать внимательность и помнить простые советы. В Твери, несмотря на пандемию коронавируса, все три травмпункта работают в прежнем режиме, но по измененному графику. В ночное время с травмой можно обратиться в дежурный. Трампункт при больнице номер один имени Успенского на Беляковском переулке 9 несет вахту по понедельникам, средам и пятницам. А в будни работает с 8 до 19 часов. В четверг и воскресенье дежурит трампункт в городской больнице номер 6 на улице Арджиникидзе, дом 34. В другие дни работает с 8 до 15 часов. В городскую больницу номер 7 на Санкт-Петербургском шоссе, дом 76, дропе 1, с переломом можно приехать круглосуточно по вторникам и субботам. Вне дежурные дни также с 8 до 15. Если нет возможности добраться самостоятельно до лечебного учреждения, то необходимо вызывать скорую помощь по телефону 112 или 103.